Всем привет. Мы отдыхаем в Унаватуне, на Шри-Ланке. И сейчас мы решили сходить на экскурсию на Джангл Бич. Такая достопримечательность здесь. От нашего отеля где-то порядка 50 минут начинается наш поход к пляжу Унаватуна. И сейчас мы пойдем через джунгли. Короче, смотрите, что из этого всего выйдет. Вперед. И вот по пути мы дошли вот в такое место. Здесь просто немерено бурундуков, но мы с собой взяли орешки. Поэтому Наташа сейчас попробует их покормить. Наталья, давай. А вон наверху стоит павлин. Отдыхает, стоит на горе. В общем, ни в какую бурундук не хочет нам подходить. Мы ему уже на веточки положили орешки. Вот он лезет. Ну, что-то он в другую сторону куда-то. Итак, мы свернулись с пляжа. И наша дорога дальше идет через джунгли. Здесь много мопедов и тук-туков. Ездит на этот пляж. Нам предлагали довезти нас туда за 300 рупий. Ну, попробуем пока пешком, а там будем смотреть. Обезьянка там вон по пальме лезет. Хочет сбить пару кокосов. Вот такая красавица увидала нас. И вот они вдвоем уже к нам идут. Кинули конфету, а она думает, брать, не брать. Вот мы идем по джунглям. А где-то вдалеке слышна молитва. Какой-то храм видно. И вот такой четкий прямо звук в джунглях. Какие-то птицы, какие-то животные непонятные. И периодически тут кто-то живет. Какие-то строения, что-то продают. То есть, в принципе, если воды захочешь, то тут всегда можно найти ее. На каждом шагу продают кокосы. И вот мы по джунглям зашли уже на такую горку. А вот молитва раздается вот с этого места. Она так эхом идет, как внизу такой. И вот мы дошли уже совсем уверенные джунгли. И нам надо... Дорога наша предстоит вниз, вот по этой тропиночке. Такая слегка проходимая уже. Но мы настойчивые. Пойдем все равно до конца. Виктория с Наташей идут медленно, аккуратно. И вот эта табличка говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Идем теперь туда вниз. Слышен звук барабана. Здесь такая речушечка. Вернее, ручей. Места очень красивые. Мы не пожалели, что пошли сами пешком. На тук-туке нас бы довезли по какой-нибудь дороге. А так, интересная прогулка. Вот по пути такие интересные деревья. Прикольно наблюдать за ними. Здесь продают кокосы. Кокосовое масло можно купить. Если нужна вода. Привет. Привет. О, фрукты. И вот мы заказали один ананасовый и два арбузных фреша. Сейчас нам готовят их там. Вот наши коктейли. Спасибо. Спасибо. Вот такая красота. У меня ананасовый. У девочек арбузный. Пробуем. У меня вкусный. А ну мой. Ну, нормальный. У тебя классный, свежий. Такой вообще был. Вкуснее наш. Ну, такое красивое место тоже нашли. Нам идти вот сюда дальше по тропинке. Совсем так уже тяжело идти стало. Но мы все забираемся на какую-то гору. Такие виды здесь. И вот снова табличка. Нам теперь идти налево. Спускаемся туда вниз. Такая площадка. И вот Наташа тут уже фотографирует. Огромный корабль, который выбросила на мель. И он тут, наверное, уже похоронен. И стоит надолго. Жержавый. Вот такой теперь спуск. Очень крутой. И везде вокруг мангровые деревья. Ну, джунгли есть джунгли. И вот уже видно внизу какой-то пляжик. Скорее всего, это он и есть. Вон, видите там. Вдали. Сейчас приближу. Вот он здесь. Сейчас мы туда дойдем. И вот такая красота здесь. Такие заросли. Солнца нет вообще. Вот такие красивые. Теперь наша дорога все время идет вниз. Вниз, вниз. И все время идем по джунглям. Вот он открывается, этот пляж. Вот такой песочек здесь чистенький. Очень эффектное, красивое место. Просто супер. Люди строят фигурки. На камнях. И вот, как вы видите, очень красивое место. Можно здесь купаться. Мы сейчас обязательно здесь купаемся. Лодки есть. Вика меня догоняет. И Наталья. Вот они с джунглей вышли. Вон собачка. Вот он. Какой красивый. То есть он довольно-таки небольшой. Но довольно-таки эффектный. Место крутое. Как тебе нравится здесь? Да, классно. Надо приходить сюда утром, чтобы поснорклить и посмотреть рыбу. Уже ничего видно не будет. Придется еще раз. Сходим. Натали пьет холодный кокос. Да. Интересно, что аж ледяное, аж кубики льда вроде бы внутри. Мы с Наташей решили теперь днем сходить на Джангл Бич, чтобы снять подводный мир. И по пути, было нам жарко, решили купить холодненького кокоса. Да, очень жарко. И увидели как раз больших серых обезьян. Вот такой вот обезьян большой. Надо ему конфетку дать. Вон еще. Вон, смотри. О, их тут много. Такая целая семейка. Большая. Так, что здесь есть? Вот такой вот кокос волосатый. Его обчистили только. Так, это корица. Ну, какая-то она пересохшая. А ну, понюхай. У меня она вообще ничем не пахнет. Не пахнет, да. Она, скорее всего. Да. Пересохла, скорее всего, на солнце. И можно купить свежее кокосовое масло. Так, а ну-ка, сейчас мы понюхаем. Ммм, бомба. Понюхай, как оно пахнет. Да, кокосом. Класс вообще. Значит, мы узнавали, это масло, его можно мазать на тело, если ожоги, если вы там сгорели. Также на нем можно жарить и готовить пищу. Добавлять в салаты. То есть, оно применимо везде. Принесли нам наши соки. Это наш манговый, да? Да. Этот мы отнесем Вике. Соки очень холодненькие, вкусненькие, сладенькие. Попробуй, Вики. Попробовать можно, да? Ну, да. Вкусные. И купили масло себе домой. Будем яйца жарить. Волосы мазать. Яйца жарить. Тело. Яйца жарить. Будем салат делать. Да. В общем, все будем делать. Попробуем, будем знать. Это сколько он сказал в баночке? Волосы стоит 300 рупий. Мы купили три баночки на 700 рупий. А в баночке он сказал, сколько миллилитров? Не знаю, 150 лет. Ну да. Ну пахнет хорошо. Главное, что оно натуральное. Сказал и пить можно. Спасибо, мой друг. Кокос стоит 50 рупий. Вот этот кокосик. Стоит всего лишь 50 рупий. Вот цена. Надо его попробовать, потому что мы еще такой не пробовали. Итак, друзья, как и обещали, пришли сюда днем. Как вы видите, опять же здесь спокойно, тихо. У меня гусенький песочек. Очень много людей, правда, днем. Сейчас поплывем туда. Попробуем, посмотрим, что там под водой. И какой там подводный мир. Ну что, ты готова к заплыву? Готова. Ну давай, вперед. Одеваемся и поплыли. Вперед. Ну что, мы вам показали, что там под водой. В принципе, особо там смотреть нечего. Так, пару рыбок есть, да? Ну это для нас еще нечего. А для тех, кто не видел подводный мир, то можно и поплавать. Волн нет, песок мягкий, заход пологий, ветра нет вообще здесь. Для начинающего снорклинга нормально. Это очень хорошо. Можно прийти, да. Единственное, что вода мухая. А так пляж хороший, тихий, спокойный, без волн и песочек мягкий. Стоит прийти сюда отдохнуть. Все, пошли? Да, мы пошли. Ну в общем, прикольное место. Не зря мы прошли какую-то прогулку совершили через джунгли. Вам понравилось? Да. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok